Пора Время снять маску Привет тебе по ту сторону монитора Меня зовут Ваня И я Шизик Причем не какой-то там Шизофрении у которого раздвоение личности Я настолько сложная информационная структура Что во мне сидят 10 10 свободных и независимых личностей Я тень Я то, что могло принимать любую форму И сколько я этих форм сменил Даже трижды был девочкой Так вот Теперь это что-то обрело форму Это что-то было вирусом Теперь меня назвали Я Ваня Сенечев Вирус доброты Тот, кто спасет мир От этого гребаного барановируса А теперь начнем Итак, два моих канала объединяются Канал Сенечев и канал СГА Ссылочки перекрестные там есть Сегодня мы начинаем грандиозный проект Будет сниматься параллельно два ролика Мы отправляемся в путешествие В САКУ Это не та САКА, которая А та, которая Самая известная в Прибалтике пиво Завод там знаменитый Ну короче, те еще твари, которые всех травят Они находятся В 30 километрах от Лосномяя Ну вон там мой домик Добираться будем весело Значит будет два Два ролика С перекрестными ссылками Один ролик будет о моем путешествии в САКУ И в нем будет урезанная версия пролога И непосредственно красивые картиночки Для тех, кто любит А другой Будет дорога в САКУ Перекрестные ссылки будут Где я буду рассказывать очень умные вещи Очень серьезно Для тех, кто умеет читать между строк Итак, с этого момента ролики разделяются Если ты хочешь услышать умные вещи То ты смотришь ролик Дорога в САКУ А если Просто красивую картиночку посмотреть Тогда просто САКУ Ну и в любом случае С тебя лайк, подписка и так далее Вступай в наши ряды Ссылки там Ага А теперь начнем Итак, проект будет грандиозный Он снимается сразу на два Два телефона Когда у нас горизонталка И красивая картиночка Это Сонка Потому что у Соньки есть гидростабилизатор Когда у нас вертикалка Это Самсунг Нормальных телефонов у меня нет Ибо никто мне до сих пор не задонатил Че ты ждешь-то? Да-да, я серьезно Творчеством моим пользуешься и не донатишь Итак Сегодня у меня грандиознейший план Потому что я отправляюсь в САКУ И вот этот код это подтвердит Это более 30 километров Значит Где-то карты будут мелькать Смотри Я стартую отсюда У меня есть транспорт богов Самокат версия 3.0 Сборная солянка Оригинал Руль от моего Классического самоката Который я купил два года назад В Тарту За 57 евро Как купить счастье А вот так А больше Вторая половина Это взрослый самокат Вчера тестировался Это папа нашел Он у меня любит полезные вещи находить Спасибо тебе, папа Вот И теперь у меня есть взрослый самокат Почему взрослые А колеса большие Правда без амортизаторов Ну да ладно Ну и рюкзак Никогда еще так не путешествовал Смотри как мы будем путешествовать Значит мы стартуем отсюда Идем на остановку Садимся на 35 или 44 автобус Который довезет нас до ринге Т Опять будет карта Это центральное пересечение в Таллине Вот Там мы пересядем на пятерочку И пятерочка увезет нас в Ебеня Которые будут конец Таллина Куда ходит Таллинский транспорт Мы до туда доедем И далее Таллинский транспорт уже не ходит И в Саку 12 километров последних Мы по хорошей, надеюсь Вроде как хорошей Велосипедной дорожке Я там на велосипеде ездил Вот Доедем на транспорте богов То есть на самокате Мы доезжаем до туда Далее я снимаю большой ролик по Саку Это очень красивый поселочек Который по сути в 10 километрах Да, черты Таллина Ну или 15 минут на электричке Опять же ловить первый лайфхак Пока я добрый Да, смотрите Вот если вы будете жить в Таллине Даже вот в такой вот халупе Хрущевке Вам это влетит в жуткую копеечку Где-то 250 евро Чисто вот за то, что хату снимаете А если вы будете жить в том же Саку Ну на Саку не знаю Но в Вимсе, например, пригород Или Марду То это будет на порядок дешевле А вопрос работы в Таллине Вы можете добраться туда на электричке За 5 минут Так, дальше на ты Понял меня, да? Ну и все Как бы, кто вам мешает Кто тебе мешает жить в пригороде? Не благодари Ну или задонать А теперь стартуем Вроде как все объяснил Значит еще раз Два ролика разных То есть Один урезанный Где я гуляю Другой дорога Где я буду рассказывать умные вещи На два телефона Что я думаю об общественном транспорте Что я думаю о коронавирусе Что я думаю вот об этих вот ментах И так далее Он будет расширенный А второй ролик будет непосредственно прогулочка Может быть я объединю их потом в один Будет третий ролик Но это потом Это мой самый большой проект Так что уже поддержи Палец вверх Комментарий Лайк и так далее Напоминаю, что у меня всегда прямой эфир Никаких там гребанных Заранее написанных текстов Планов и так далее Вы что, ребята Я же аватар бога Бог ведет Я иду Как Форест Гам Так что Увидим Что будет дальше Начнем Итак Спустя один километр Может карту нарисую Божественный транспорт Припарковали И вышли на остановку Расписание естественно не работает Оно всегда не работает Когда я туда подхожу Матрица что-то меняет Здесь лучше всего сесть на 35 Но подойдет еще два варианта автобуса Мне нужно попасть на ринге Т Сейчас и посмотрим Ну и продолжу уже из автобуса Всегда забавно смотреть на людей на остановке Особенно когда они в масках от барановируса Почему барана? А ты немножко погугли Существование вирусов вообще никто еще не доказал Это такая же глупая теория Как например теория эволюции Так что хочешь верить в какой-нибудь вирус? Верь меня А мы продолжим когда что-нибудь подъедет Посмотрю что там подъедет И буду видимо вещать уже на вертикалочку Из автобуса Ну привет План изменился Мы перебрались с этой остановки На вот эту остановку Она на другой стороне Улыбаемся и машем Потому что Потому что есть другой вариант автобуса 44 Он отвезет меня на ту же самую ринге Т Которая там Но вот там И он приедет раньше Тут кстати расписание Все красиво Вот видишь Электронного табла Правда В табло с этой стороны нету Ну ладно Вот Обычно на остановках еще и карты расположены Вон там есть А здесь почему-то нету Я как бы не очень понимаю логику Да и остановка эта не стеклянная Ну так видимо надо Это типа светлая сторона Да А это темная Но у меня уже обе стороны сошлись Потому что я теперь куда более сложная структура И вышел из ловушки света и тьмы С чем вас и поздравляю Так Короче ждем 44 И продолжим Про барановирус уже из него Значит наша цель попасть на ринге Т На ринге Т мы пересядем на пятерочку Пятерочка это вообще очень длинный маршрут И один из самых древних И на нем доедем до конца Таллина По направлению Если ничего не путаю То это Пярнувское шоссе Вокруг озера Юлиместы Короче Где-нибудь карту нарисуют Долго чувствую буду ролик бонтировать Так Ну вон по-моему что-то там едет Я вам 44-очку сниму Перед тем как в нее сесть Ну пока ждем 44-очку На тебе анекдот про котяток Вот это вот Курина Понятия не имею Что 54-ка Но в чем прикол Самый новый И смотри что на нем написано С ЭБУС он рохилиный Это автобусня зеленая Так вот вранье это полнейшее То есть почему он зеленый Потому что он едет на биогазе Который делают из переработанного мусора Это прекрасно Но на секундочку У него двигатель внутреннего сгорания Да какой же этот автобус зеленый Вот я и говорю Вон у него труба выхлопная Сказочники те еще Ждем 44-й Вкрапления про общественный транспорт Тоже всякие там Веселые блогеры Говорят что в Таллине транспорт бесплатный Ни хера он не бесплатный Он бесплатный только для тех У кого есть таллинская прописка И у них есть Сейчас покажу Зеленая карточка Вот И по ней типа можно кататься Даже на электричке В первой зоне Но прикол в том Что если у тебя нет таллинской прописки А у меня ее нету То ты не можешь кататься Тогда ты спросишь Ваде Откуда у тебя карточка Ну одолжу у добрых людей Вот Как бы с ней вместе Документ предъявлять не обязательно Поэтому просто Благо мы все сейчас в масках Побочка есть хорошая Да И получается что Контролером ее показываешь Да и все Теперь про барановирус анекдот Смотри Значит Если этот барановирус реально существует Тогда почему Контролеры проверяют Наличие билетов В автобусах Ведь это же дичайшая дичь На этом контролере Дофига там этого коронавируса От всех Вот То есть получается что Если бы вирус реально был То тогда бы проверять билеты Никто бы не стал Это же огромные риски Однако нет Это называется капитализмом вируса И они вообще взаимосвязаны Это капитализмом вируса Коронавируса Так Где моя 44-очка Да я что-то не понял А Ну наверное там едет Ладно Продолжим Не поверишь Но мы вновь вернулись На эту самую остановку Да вот на эту Стой Потому что Ванечка глупый Забыл что сегодня суббота А в субботу другое расписание Вот Поэтому 35-го мы дождем Все таки быстрее чем 44-го Собственно говоря Скоро и дождемся Так Что-то я хотел сказать И сбили меня с мысли А То что Почему у Ванечка Забыл что сегодня суббота Да потому что У Ванечки Каждый день воскресенье Он же не работает Он же на шее у кого-то сидит Например у тебя Ну да Ты понял Задонать Лайк там Подписка и так далее Ну не Ну серьезно парень Ты же все еще этого не сделал И до сих пор не сделал Слушай Я с этого места не сойду Пока ты не поставишь лайк К этому видео Ну серьезно Палец вверх Там Жмите на колокольчик Бла-бла-бла И так далее Ну что тебе жалко что ли Не ну если жалко Вырубай тогда видео Фиг ли ты его смотришь Так ждем 35 А тем временем Становится все теплее и теплее Сегодня очень тепло Аж плюс 10 Но ледяной ветер Ну Таллин Типичный А вон смотри Видишь вон ту вон будочку Там у тебя диагностируют Барановирус Который в нем существует Вон в ту будочку зайдешь И его там тебе нарисуют Как нарисуют Да очень просто Может быть тестом Может быть вакциной Может быть маску отравленную На тебя напялят Весело да Но если ты все еще Не выключил это видео У тебя есть шанс А мы ждем 35 Я расписания еще не вижу И номера У меня не настолько хорошее зрение Это 44 Чтобы не путались Не в ту сторону Мне нужен вон тот 35 Но он подходит И поэтому мы грузим В него транспорт богов Почему транспорт богов Да потому что самокат Можно грузить в автобус Самокат можно А велосипед нельзя Поэтому самокат Транспорт богов Ну продолжим изнутря Ой это по моему Ман Самый дебильный Ну ладно Что есть то есть Садимся Ну чудесно Транспорт богов Припарковал Сел В 35 Теперь соответственно Доберемся Теперь смотри лайфхак Как избавляться От барановируса Тут везде Ну там Будь бараном Носи маски Да Маску носить лень Берешь шарф И все И менты до тебя Не докапываются Ну В Таллине Менты любят В автобус заходить И всем баранам Раздавать намордники Как то так Теперь про хороший Общественный транспорт Что говорят Что в Таллине Удобные автобусы Извинися Криво вышло Ну серьезно Вот Видишь Вот это вот сиденье Да Это железо Поверх которого Просто ткань Ты думаешь Это удобно Ну посиди на нем В моем детстве Были такие Хорошенькие Старенькие Вольвы В России До сих пор Можно встретить Междугородний На маршруте Ивангород Кингисеп Так вот Эти вольвы Которым было По 20 лет Возможно При создании Сиденья Гибли козочки Но мне их не жалко Их на это и выращивали Чтобы создавать Мягкие сиденья Но эти автобусы Были удобные Это хрень Ни хрена неудобная Она жесткая У нее нет нормальной спинки Ну вот Видишь Как сиденье Выглядит Жесткий каркас Тоненький Поверх ткани Неудобно Кто говорит Что в Таллине Хороший общественный транспорт Ну поездите В этих автобусах Вы вообще в Таллине были Ну Так Ехать нам долго Я тебе немножко Панорамку В окно поснимаю Окно грязное Давай я на другую сторону Пересяду Поснимаю Сейчас Секунду Поехали тебе вертикалочку За мной двигатель Который тоже Нифига не зеленый А ДВС Поэтому чутка Будет шуметь Но тут меня услышат У меня голос громкий Вот значит Выезжаем мы Из Лосномяя И сейчас будем Почему Лосномяя Потому что гора такая Лысая Сейчас мы будем С нее спускаться Вот И перейдем на пересечение Карту где-то Вставлю Ринг Т Там пересядем на пятерку Немножко вот Можешь посмотреть Что тут вокруг происходит Вот это вот Насколько я знаю Эстонские хрущевки Ну или постсоветские Я путаюсь Ну хотите точную инфу Читайте в Википедию Зачем вы меня смотрите А я пересел Вот на такой вот анекдот Темно Светло Кто придумал Так сиденья лесенкой Расположить Ну видимо Чтобы весело было людям Так Это кстати И называется Остановка А Следующая Лосномяги Вот здесь у нас Большой пустырь Казалось бы Таллин Но вот видишь В Таллине тоже Пустырей пока хватает Он что-то Во все стороны Растет Но в центре Как-то не очень И Лосномяги Если кто не в курсе Это русский микрорайон Эстонцы Тут селиться не любят Хотя они тут есть Вообще В Таллине Ну Я бы даже сказал 52-53 процента Населения русских То есть Их не просто много Их больше Чем эстонцев Эстонцы Не очень любят города Они больше селятся В сельской местности Там на хуторах И так далее На островах Еще Вот на островах Вообще фиг русского Смотрите Вот смотри Сейчас будем спускаться С большой горы Значит Вон это Основное пересечение Вот 66-й Мне тоже подходит Сейчас мы выйдем на кольцо Кстати Привет Варламову Он меня конечно не смотрит Вот кольца Это вообще прекрасная штука А Факир был пьям Фокс не удался Кольцо там правее Мы его не увидим Я имею ввиду Что кольца Замечательная развязка Итак Мы сейчас Будем спускаться С горы Вот непосредственно С Лосномяги Вон там Я туда как-нибудь Пешком прогуляюсь И у меня ролики есть Там Офигительный спуск Но мы Не по офигительному Мы по дороге Мы же все-таки Общественный транспорт И при том гармошка По-моему там Три остановки будет Вот это Лосномяги Я их уже наизусть помню Все-таки полтора года Здесь живу Я практически Во всех городах Эстонии жил Ну там Тарту Пиарнулся Ломяя Вот И как бы все помнят Значит О Кондишку включили Спасибо Теперь мне не так Жарко будет В шарфе А зачем мне шарф А ну да Чтобы делать вид Что я в маске Ну вон Видишь Там Носите маску Будьте баранами Так Вот Поехали Мы с горочек Спускаться Тут у нас Будет Певческое поле Я тебе попробую Вот так отснять Чтобы люди В кадр не попали Не люблю Людей без разрешения Снимать Люди не попадают Вот это вот у нас Бевческое поле Ору Вярова Так Следующий у нас Будет Ору Так Людей не показываем Показываем Пейзажи Вот это вот Суперэлитный Кадриорский район Видишь Какие домиш Домиш Себе Понастроили Веселые Ребята У них там Выход на Кадриор С другой стороны И вообще На какой-нибудь Японский сад Я не знаю Мажоры Конкретные Я не представляю Сколько нужно бабла Чтобы вот в таком Замке жить Так Он проехал Проехал Не проехал Что-то странное происходит А он по-моему Выпускает другую гармошку Эта гармошка Кстати газовая Она куда комфортнее Чем вот эта хрень Я сел на Самый неудобный Автобус Так И мы с тобой Перемещаемся На эту самую Ору Варова Поэтому я продолжу Когда выйду Потому что Мне самокат И рюкзак И телефон Да я Убьюся об стену Короче Привет Просто эпическая остановка Почему Рингитеп Потому что Видишь Трасса оттуда сходится И оттуда сходится Короче Вот это Отсюда Там они Это на Пирита уходят А это на Лоснамяе А вот это В центр города И мы здесь Должны ждать пятерку Ну вот пятерка Что говорит о том Что я аватара бога Автобусы всегда подходят Когда они нужны Мы в нее Пересаживаемся И в ней Долго-долго Едем до вот этого Вот мяня Там где кончается Таллинн По Пярнувскому шоссе Причем пятерки Обычной гармошки Но Ну ладно Сегодня суббота Короче Продолжу Из пятерки Видимо Он на вертикалочке И мне везет Как утопленнику Хоть я и аватара Это опять ман То есть Самый дебильный Тип автобуса С самыми неудобными Сидениями Про удобный Сука Общественный транспорт В Таллине Поехали Так Сел я в эту пятерочку Вот смотри Сидения Та же самая хрень То есть Там у нас была ткань На металлический каркас А здесь у нас Видишь Тоже металлический каркас И на него Сверху какой-то поролон Вот тоже Нифига неудобные сидения Опять же Кто говорит Что в Таллине Неудобные автобусы Вы в них Вообще ездили Серьезно Что я маску надел Жарко Без шарфа Притворимся бараном Так Сейчас мы Ехать будем Очень долго Очень долго Ну по меркам Таллина Естественно Я думаю Что минут Где-то 25 И выберемся Вообще До конца Таллина И народу Набивается В эту пятерочку Что тоже прекрасно Всякую вирусню Будут распространять Ладно Я еще Немножко Тебе поснимаю Вертикалочку Из Окна Тут правда Не очень удобно Что-нибудь придумаем Неудобное окно Тут с форточкой Так А что в этом автобусе Кондишка Наверное Что-то незаметно Пока что Жарко Под завеску Тут набился Конкретно Ладно Что-нибудь придумает Слышь Линяй давай Вот С обзора Отлично Значит Мы вкатываем В центр Таллина Ну вот Видишь Рельсы Это Так Ходит Трамвай Тройка Вкатриор Но сейчас У нас Там все Перекопали Извини Не успел Показать И поэтому Тройки Вообще Не ходят Сейчас Вообще С трамваями Творится Дичайшая Дичина То есть Смотри В Таллине Четыре Трамвая Кто ездит Тот знает Ко не ходит То есть Четверка И двойка Четные номера Они ходили Суру Пала Ну Один Четверка На Тонде А двойка Вкопли А единица И тройка Наоборот Они ходили С Тонде В Кадриорг Тройка А единица Вкопли А теперь Тройки Нет вообще Перекопали А единица Ходит Из Тонде Вкопли То есть Остановка Хобуяма Центральная Там Там Должны Пересекаться Все Четыре Трамвая Так Было Всю Историю Таллина Я тут Блин 37 лет Живу А сейчас Этого Нет То есть Сейчас Там Можно Сесть Только До Двойку Или До Четверку Ну Тройки Нет вообще А единица В другом Месте То есть Нужно Выходить И переходить Объясните Это Бабушке На каждой Остановке Стоит Подробнейшая Инструкция Что стало С трамваями Но она На эстонском Мне она Ни фига Непонятная Могли бы И на русском Ее сделать Ну Городые Видимо Так Хобуяма А Так Мы уже А Ну да Правильно Мы уже В центре Таллина Пятерка Чиркнет По центру Вот Видишь Иллюстрация Вот Здесь Должны Пересекаться Все Трамваи Все Все Четыре А В действительности Здесь Сейчас Пересекается Только Четверка Вон Она Стоит И Двойка Чтобы Сесть На Единицу Тройки Напоминаю У нас Нету Вот Это Нужно Переместиться Куда Короче Нужно Топать Две Остановки И там Пересаживаться Так На тебе Картинку Из окна Я телефон Подержу У него Гидростабилизатор Нормально Будет Меня Правда Слышно Хреново Ну Ладно Че есть То есть Здесь Сходится Все Вот Виру Кесхус Там Подземный Автобусный Вокзал В моем Детстве Его Не Было Оттуда Из-под Земли Вылазят Автобусы Вон Там Правее Выезд Вот Это Хобуяма Здесь Все Заканчивается Здесь Финальная Остановка Извини По людям Не Снимаем А Здесь У нас Как бы Должны Были Пересекаться Все Травваи Но Не Пересекаются Привет Привет Барановирусу Виж Там Цепочка У водителя Типа Не заражай Водителя Водитель Жить Хочет Поэтому Он Не Открывает Первую Дверь Ну И Еще Со Времен Первой Пандемии Больше Не Продает Билеты Что Не Продает Билеты Это На 200 Процентов Правильно И Полностью Согласен У водителя Есть Более Важные Дела Чем Билеты Продавать Он Как Бы Отвечает За Людей Ему Не Нужно Отвлекаться Вон Сколько Тут Народу Вот И Кто Соблюдает Правила 2 Плюс 2 Стоят Они В Двух Метрах Друг От Друга Не Стоят Вот И Я О Чем Скажешь Мы Кстати В автобусе Его Тоже Не Соблюдаем Полный Автобус И Ничего И Ничего Не Происходит Не Вбегают Никакие Дяди С Дубинками Так А я Даже Не Знаю Как Он Поедет Как Интересно Скорее Всего Вот Это Кольцо Мы Сейчас Пересечем И Поедем Вперед По Трамвайному Маршруту Вот Смотри Исчезли Двоечки И Четверки Они Тут Поворачивают А Вру Четверка Прям Пойдет И Вот Троечка Что Я Не Понял Что Тройку Трамвай Вернули Что Ли Однак Ну Хорошо Значит Дезинформировал Значит Уже Вернули Буквально Неделю Назад Ездил Не Был Еще Тройки Тут Много Больших Красивых Зданий Еще Советского Наследия Ну И Не Только Где-то Там Впереди Рукой Тыкать Не Буду Если Прямо Пройти Там Мой Дом Родной Ну Был Про Него Ролик Двор Гондинца Олимпия Улица Вамбала Только Дома Нет Его Снесли И За место Него Поставили Там Хрень Какую Бутик Вот Здесь У Нас Пример Как Все Разоряется Из-за Барановируса Да То есть Все Закрывается Бизнес Разоряются Все Идут По миру Красавцы Что Могу Сказать Нормально Сейчас Еще Подъедем К Большому Красивому Зданию Но Только Внезапно Мы Догоняем Трамвай Вот В Абудус И Виолеп Я Это Обожаю Это Задумайся Проспект Свободы Свободы Простите От Кого Позавчера На этом Проспекте Какой-то Силовик В камуфляже Дедушку Заломал И Посадил Его В эту В машину С решетками Так От кого Свобода Вот И я О чем Ну Я туда Не полезу А то И меня Там Повяжут Ну Он С другой Стороны Этот В Абудус И Виолеп Свобода И Независимость Это Я Не знаю Ну Возможно Китай Свободный И Независимый Потому что Он все Делает Ну Как бы Какое-то Имеет отношение К Эстонии С Эстонией Все просто Что говорят Господа С Евросоюза То Наша Рики Когу И делает Которая Наша Дума А кому Не нравится Тот Вылетает Был Независимый 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 Тротуар Никак Не могут Велоинфраструктуру Организовать Но Думаю Не все Сразу Будет Еще Так Больше Десяти Минут Ролики Снимать Опасно Может Посыпаться Так что Будем По Десять Минут Отрезки Снимать Ну Вроде Красиво Все Окно Видно Сейчас Светло Солнце Яркое Вот здесь Офигительная Развилка Смотри Я даже Чуть Камеру Поверну Вот Тут Сходятся Трамвай Троллейбусы Автобусы И вообще Все И дальше Идет Грандиозный Мост Там Построили Мост Был А построили Еще одну Развязку И просто Весь Таллин Развели Тут В моем Детстве Были Адские Пробки А сейчас Нормально Все Красавцы То есть Вот Таллин Мне реально Нравится Как Город А вот Кстати Киночатр Космос Я его Даже Тебе Приближу Смотри Видишь Вон Космос С советских Времен И в советское Время Был Космос И сейчас Космос Что-то Не Меняется А что-то Меняется Вон Здоровенные Смартфоны На весь Дом Да На кой Они Нужны Ну Серьезно Чем Отличается Последний Айфон От Предпоследнего Айфона Ну Ценой И вероятно Порядковым Номером Зачем Он Нужен Почему Все Покупают Вот И я Не Понимаю А вон Там Контора Нашего Национального Банка Который Почему-то Называется На секундочку Шведбанк Сразу Видно Что Эстонский Элементарные Вещи Которых Никто Кроме Меня Походу Не Видит Ой Что-то Красивые Реставрируют Так Продолжим Нашу Экскурсию Всего Я не знаю Поэтому Что знаю Про то Рассказываю Вон Какая-то Шикарная Машина Стоит Видишь Беленькая Там Фабрик Кафе Фабричное И Соответствующая Машинка Так Я Руку Поменяю А то Чуть Подустал И пора Нам Перезапускать Перезапустил Продолжили С того же места Вот это Вот Трамвайное Депо Тут Все Трамвай Сходятся Вообще Шикарная Штука Грандиозная Или Вру Не Вру Или Не Вру А Ну Да Вот Правильно Все Не Вру Вон Видишь Сюда Рельсы Налево Поворачивают И Там У них Запасной Круг Вот Там Ночуют Все Трамвай Я тебе Сейчас Покажу Шикарный Кстати Ролик Получится Тут Еще Школа Со Стадионом То есть Мы Сейчас С тобой Пересекаем Центр Таллина По Маршруту Четвертого Трамвая Кстати Троллейбусов В Таллине Когда-то Было Девять А Сейчас Их Стало Почему-то Четыре С Единицы До Пятерки Без Четвертого Номера А Те Что Убрали Их Заменили Якобы Экологичными Гибридными Автобусами Но Гибридный Автобус Он нифига не экологичный Это вообще Цирк с ушами Пустая трата Деек Науглоплательщиков Я серьезно Если Современные Электробусы Они Безопасные То Этот Он Ну Просто До хрена Стоит Толку Никакого Я на них Ездил У них Электродвигатели Практически Не задействованы Вот Депо Видишь Написано Трамвай Депо Вот здесь Все трамваи Начуют Вообще Все Кто-то Под крышей Кто-то На свежем Воздухе Ну Собственно Трамваев Таллин Не так И много Я думаю Что Где-нибудь 50 Я имею Ввиду Всего Ну Непосредственно Единиц Транспортных Вот Переезжаем Через мост И Попадаем На конечку Ну и Собственно Здесь уже Таллин Центральный Заканчивается Четвертого Трамвая Таллин Вяйки Маленький Таллин А Следующая Остановка У нас Калеви Это Та Самая Фабрика Калева Наверное Даже Увидим Я не Помню Так Тут Надо Следить Чтобы Какой Дружинник Не Надумал Мне Маску Напялить Вообще У него Нет Никаких Законных Оснований Требует Сменя Ношение Маски Но Тем Не Менее Требует Просто Если По Российской Конституции Мэр Может Ограничивать Права Граждан То По Истоцкой Не Может Но Почему То Ограничивает У нас Как бы Демократия И Как бы Власть Народа О Какой Красивый Вот Это Переделанный Под старину Трамвай Это Просто Фикция Ничего Общего Он Не Имеет С Тремваями Которые Ездили Здесь В начале 20 Века Но Красивый Для Туристов Развлекуха И В нем Деревянные Сидения Как В метро Лицом Друг Другу То есть Боком К движению Объяснил Надеюсь Так А мы Выбираемся Потихоньку В сторону Как он Называется Таллины По-моему Короче Самого Ну Самый Страшный Район Это Копли Его потихоньку Переделывают А потом Вот этот Таллины Здоровенный Полицейский Участок Помахать Им Что Ты За меня Помахай Переехали Мы Рельсы Конечко Трамвай Извини Не покажу Не успел Ушла Направо А мы Дальше Скоро Доберемся До конца Таллина Так Что по времени Нормально То есть Мне можно Еще три Ролика Собирать Один Через Центр Таллина На На Каком я Автобусе На Пятерочке Второй Дорога На Саку Как там По-русски А Третья Саму Саку Вон Какой Красивый Тут Наверное Центральный Ментовский Участок Всей Эстонии Полицей Я Перевал Амит Что такое Перевал Я не знаю Но охрана Какая-то Уважаемые пассажиры Спасибо, что носите Маски Это они даже На русском Говорят Пожалуйста Это максимум Что они могут Потому что Никаких законных Оснований Для ношения Масок В Эстонии Нет У нас По конституции Наши права Отграничивать Не имеют права Но это их Не останавливает Вот допустим В магазине Имеют право Твои права Ограничивать Потому что Магазин Частная Собственность И поэтому Если заходишь В магазин Без маски То тебя Оттуда Могут Выпереть Типа Это мой Магазин Но то Магазин А как бы Допустим Площадь Она Общественная Надеюсь Может быть Может быть Уже И улицы Это частая Собственность Где-нибудь Тебе найду Отовсюду Орут Вакцинируйся 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 Задолбали То есть На каждой остановке Какой-то Улыбающийся Оскалом Чудовища Пожарник Который Вакцинируйтесь Я вакцинировался Я теперь Смелее Мне в такие Моменты Представляется Козел Который ведет Стадо на бой Вот На бильбордах Ну эти Над трассой Тоже эти Тоже там Бравый Какая-то Полицейская Красивая Которая Я вакцинировался Ты вакцинируйся Если Официально Не доказано Существование Вируса В принципе Это теория Так как Можно от него Вакцинироваться Что это Вообще За вред Это Как бы Никакой Логики Не подчиняется От слова Совсем Но все В это верят А вон Прекрасный Бильборд Смотри Видишь Кушай Гамбургер Здоровое Питание Наплевать Что От ожирения Умирает Больше людей Чем от Кородовируса Кушайте Гамбургер Вот за ними Никто не бегает А почему А потому что Капитализм Потому что Они платят Так А где Этот Рекламу Вакцин Это я бы Показал Ладно Покажу Еще А мы Тем временем Вот видишь Вот это Вот лес Перед тобой Это вокруг Озера Юлимисты Ну легенду Про Юлимисты В другой раз Расскажу Вот А пока Что Правду Из Юлимисты Мы все Воду Получаем То есть Ну Таллинн снабжается Водой Из озера Юлимисты Поэтому тут Все закрыто Всякими Заборами И вот Я тут Катаюсь Обычно На самокате На транспорте Богов Вокруг Но сейчас Мы чиркнем Автобусом И дальше Мы поедем По прямой Еще минут Десять И доедем До конца Таллинн Ну технически Дальше Начнется Пригород В пригороде Только электричка Ну или Междугородний Автобус Поэтому Мы продолжим На самокате Так 7 минут Нормально Это Более Древняя Модель Автобуса Поэтому У него На табло Не указано Время У современных Указано То есть Сколько Времени До остановки Вообще Зачетно Все сделано Вот Нанотехнологии В Эстонии Это Вообще Молодцы И они Только ругать Умеют Вот здесь Вот сделано Видишь Мостик Замечательная Велопешеходная Дорожка Под Юлимисты Там Куча аттракционов Когда у меня Будет оператор Возможно Ты будешь Моим оператором Ты кто смотрит Напиши мне Мне нужен оператор Который живет В Таллине Вместе поснимаем А то приходится Самому вещать Самому себя снимать Так А мы едем По моему Это пиарно Манты Но тут Голову на течень Не дам Погодилось Что-то Нифига Он кондишку Не включает Горючку что-ли Экономит Тут Как бы Надо мной Форточка Но я не думаю Что хорошая Идея Ее Открывать В меня Полетят Тапки От других Пассажиров Вон Видишь Какие горки Так А мы куда Скорее всего Прямо Я думаю Что мы так Прямо Поэтому И пойдем Я в Саку Несколько раз Ездил От дома Чтобы ты заценил Расстояние На велосипеде И если брать Полный круг Как я проезжал То получалось 67 километров Неплохо Так для 40-летнего Инвалита Вот что значит Какой-то здоровый Но сейчас Мы сделаем проще Мы доедем До конца На автобусе И там будет 10 с небольшим Километров На самокате Главное Чтобы дорога была Хорошая Этого я не знаю Потому что Для велосипеда Все дороги хорошие А для самоката Вон тот тротуар Который у нас там Не не катит Так Что имеем 9 минут Опять перезапускаем Кстати Я могу время затечь То есть Мы ехали На пятерочке Но это середина Маршрута С ринге Примерно 20 минут И сейчас я думаю Доедем еще минут 7 Там закончится Таллин Закончится он Здоровенной свалкой Как и все человейники Таллин конечно Не очень человейник Все таки не 8 миллионов Но заценим масштабик В Таллине Более 500 тысяч населения А в Эстонии Менее полутора миллионов Нормально тогда Треть всего Населения Эстонии Всего Живет в Таллине Это же вообще Ну если брать Вашу Россию То там что получается Там 130 миллионов Вроде И в Москве С пригородами 11 Ну то есть 10 процентов В Москве живет А у нас вот треть Так куда-то мы А Объезжаем что-то Что-то где-то Ремонтируем Это уже Дурацкие дороги Дурацкие тротуары И в основном Дурацкие домики Даллин он разный Как я и говорил Как и вся Эстония Дурацкие Это не в плане того Что я их как-то удержаю А в плане того Что они такие красивые Как в Кадриорге Видимо потому что У местных жителей День чуть поменьше За то Что в Эстонии Обычно везде Хорошо Чисто и аккуратно То есть подметено Там листики убраны И так далее Вот это молодцы Тут без вопросов Уважаю Я так не умею Следующая остановка Карус Мария Карус Мария Это почему-то Кружовник Ну или крыжовник Как он правильно Ягда такая Вот А анекдот в том Что я помню Урок эстонского В школе И мы там С учительницей Типа Кару Это медведь А Карус Мария Это кружовник То есть вероятно Это медвежья ягода Она типа Ничего общего Не ебей Надо будет погуглить Извини Людей не снимаю Но очень интересно Смотри Как бы это сказать Чтобы я был толерантным Афроэстонцы Эстонская молодежь Она утекает за рубеж То есть я в Тарту Два года прожил Со студенткой И смотри Смотри какая проблема То есть эстонская молодежь Они учатся на врачей Айтишников И учителей В Тартуском университете Это очень хорошее заведение Лучшее в Прибалтике И валят в Германию Францию В Великобританию И прочей Швеции А в Эстонии не остаются Это проблема Вот это реально проблема Если эстонское правительство Не сумеет удержать Собственную молодежь То вот будут здесь Авторы эстонцы Причем очень скоро А так Потихоньку Эстония превращается В страну Юных и пенсионеров Средний возраст Особенно мужчины Практически не встречается Ну в смысле Я имею ввиду Само коренное население Не коренного Это пожалуйста Вон отель И судя по последнему флагу Там есть обслуживание на русском Был у меня На эту тему анекдот Как-нибудь расскажу Как я зашел в отель Где три языка В том числе русский И меня отказались обслуживать И смотрели на меня Как на врага народа Нормально это так Обслуживающий персонал В капиталистической стране Вон смотри Какие домики классные пошли Да Красиво Вот Таллинн Он разный Но его видимо Забором прикрыли Чтобы он не такой страшный был А мы Уезжаем все дальше И дальше в юбеня Простите мой французский Так Ну я не думаю Что тут кто-то докопается За отсутствие у меня маски В автобусе Все меньше и меньше народу Их развозят по Нымми С вашего позволения Господа Я маску сниму Ой Да я Да я единственный пассажир Какая честь Боже Мы едем на эту мянику Где бы она не была Так Я тогда Паковаться и одеваться Я думаю Что мы почти приехали И продолжим Когда продолжим Да Ну и подустал я Давай я паузу возьму И когда приеду Тогда продолжим Вот так оно все выглядит Там экран миг Продвигает А ну вот Следующая мянику Ну ты понял Вот здесь вот Заканчивается Таллинн Всякой дичиной Это пиарнул И выходит Трасса На Саку По которой мы уже Соответственно На Самокате поедем Все Водителю большое спасибо И причем Это мужчина Правда пожилой Мужчины редкость Обычно или совсем дедушки Или молодые девушки Что тоже плохо Потому что При всем моем уважении К дедушкам Ну У них реакция уже не та Они не могут Адекватно Успевать Ну понимаешь Следить за дорожной ситуацией Все таки Старость имеет свои Побочные эффекты Так все Продолжим Уже снаружи Продолжение следует...